здравствуйте уважаемые зрители в эфире телеканал союз программа неизведанное православие очень часто в средствах массовой информации как церковных так и светских мы можем встретить новости о прибытии святынь различные города это могут быть мощи чудотворные иконы это может быть широко известный пояс пресвятой богородицы и о том что такое святыня мы сегодня приехали поговорить с протоиереем алексеем кульбергом храм вознесения господня в городе екатеринбурге батюшка на мой первый вопрос что такое святыни вот это слово святыня или святое но действительно встречается часто и регулярно даже в обиходе святая вода святой праздник святой день святой пост святой угодник святой человек святые мощи святая икона то есть если убрать это слово святое то получается нечто обыденное день год вода человек останки вот это слово которое мы произносим вначале святое означает некое новое качество некое иное качество и качество которое существенно отличает предмет не ознаменованы и Словом святым, святой, отличает от предмета, который мы именуем, словом святой. Как повествуют жития святых древних мучеников, людей за Христа вели на страдания, вели на казнь, вели на смерть. А жизнеописатели свидетельствуют, что лицо их было светло, они шли веселыми ногами, как на праздник, на эти мучения. Почему? Потому что на них присутствовало, в это время присутствовало, и теперь уже в вечности присутствует особый свет Божий, особая Божья благодать. И потому, когда этих святых мучеников убивали, уже бездыханное тело мученика продолжало светиться этим светом, продолжало излучать из себя жизнь божественную. Кто прикасался к останкам святых мучеников, получали облегчение, исцеление, освящались. Но это происходит и по сей день. Эти святые останки именуются святыми мощами, и спустя тысячелетия после смерти и страдания этих святых угодников Божих, их останки являются святыми. Они продолжают источать ту же благодать, ту же силу, которая с ней сошла еще при жизни на этих людей. Вот когда мы затрагиваем тему мощей, сразу же всплывает вопрос, касающийся нетления. Что это обозначает? Само по себе слово нетление означает отсутствие тления, отсутствие разложения. Человеку свойственно умирать, человеку падшему, а умерев, свойственно человеку, что его тело разлагается. «Яка земляеси и в землю отыдиши». Вот об этом свидетельствует пророк, что человек становится снова опять той землей, из которой Господь его произвел. Но вот так Богу угодно, чтобы в особых случаях отдельных людей, которые были в большей мере причастны к жизни, к Богу, чем к смерти, что их тела после смерти продолжают жить своей особой жизнью. Они не становятся землей, они не разлагаются. Сохраняется одежда, сохраняются все составы человеческого тела. Более того, как это происходит со святыми мощами Александра Свирского или с мощами святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францискского чудотворца, что тело сохраняет и мягкость, и даже температуру нормального живого человека. Почему так? Потому что так Господь пожелал, потому что в этом его присутствует замысел. Зачем? Мы можем только предполагать, наверное, для уверения нас, маловерных, живущих на земле, в том, что Господь печется, заботится и о живых, и о мертвых. О мертвых? То, что Он принял вот этих людей, в Свои обители небесные, а их тела оставил для того, чтобы живые люди, видя это нет линия, укреплялись в своей вере, укреплялись в своей вере в вечную жизнь, укреплялись в вере самого Господа, и познавали, что есть особые близкие отношения человека и Бога, настолько близкие, что человек смертный, человек тленный становится бессмертным и нетленным, о чем свидетельствуют вот эти святые нетленные мощи, нетленные останки. Святая икона. Изначально иконы написаны о чем? На доске, на камне, на керамике, на стекле. То есть это обычный природный материал. Дерево, камень, стекло, песок. Человек посвящает этот материал, на нем изображает имя Бога, изображает на нем образ Бога, изображает воплотившегося Бога человека Иисуса Христа, изображает Его Пречистую Матерь, изображает святых людей и обозначает, что это изображение, то есть подписывает, кто изображен. И вот так Богу было угодно, чтобы и на изображениях, которые делают люди в память Бога, Матери Божией, Святого Угодника, что на них снисходит та же благодать, которая присутствует на Матери Божией и на Святых Божьих Угодниках. Об этом сама Пресвятая Богородица сказала апостолу Луке в предании. Излагается, что когда апостол Лука показал Деве Марии доску, на которой была она изображена, Дева Мария с младенцем Иисусом, то Богородица сказала, что благодать моя и ростчивость от меня с этой иконой пребывает. Действительно, эти слова исполнились. Благодать, которая носительницей, которой была Божья Матерь, она сошла и на эту доску, сошла и на другие образы, которые писал апостол Лука, и на иные образы, которые впоследствии, уже в течение истории, люди писали и посвящали Спасителю, Божьей Матери и Святым Божьим Угодникам. Иногда, знаете, когда привозят какую-то святыню в город, говорят о том, что она чудотворная. Это может быть чудотворная икона или мощи, которые прославились чудотворениями. Как определяется, что та или иная святыня таким свойством обладает? Чудотворное – это просто свидетельство. Свидетельство о том, что от иконы или от мощей или от какой-то другой святыни, как, например, поиск Пресвятой Богородицы, происходили чудеса. То есть сверхъестественные явления. То есть вот эта приставка – чудотворная икона, чудотворная святыня – это просто человеческое свидетельство о том, что да, мы свидетельствуем, что перед этой иконой, перед этой святыней были совершены чудеса. Всего лишь свидетельства. А вот еще интересно, требуется ли для фиксации того, что какое-то чудо произошло, ведутся ли какие-то книги, есть ли какие-то источники, где эти истории записываются, и которые могут являться неким доказательством и свидетельством того, что святыня является чудотворной? Народ передает. Народ – это живое существо, поэтому передает из уст в уста это предание, предание, которое позже зафиксировано уже в каких-то письменных свидетельствах. И до нас, конечно, дошли и письменные свидетельства в жизни описания святых, и есть новое, постоянно пишущееся. То есть вот эта книга, когда книга «Чудес от святых мощей», ну, можно сказать, «Селенская книга», она пишется постоянно. В Серафимодивеевском женском монастыре около мощей преподобного Серафима Саровского находится тетрадка, в которую сестры записывают те чудеса, которые сегодня происходят у его святых мощей. Около мощей святого праведного Семена в Верхотурском Николаевском монастыре есть точно такая же книга, точно такая же тетрадка, в которой записываются свидетельства. Конечно, когда люди приносят какие-то документы, подтверждающие, что чудо действительно свершилось, что человек был безнадежно болен, вот справка, вот справка, что он теперь абсолютно здоров. В некоторых, к некоторым письменным свидетельствам прикладываются такие справки, но это не является обязательным условием того, чтобы зафиксировать истинность чуда. А еще интересно, существует такое чудесное явление, как мироточение. И причем самое, что удивительное, оно может происходить как с мощами, оно может происходить с иконами, и не только с теми, которые, ну так скажем, открыты для поклонения верующих, они могут, эти чудеса, происходить с иконами, которые находятся у людей в доме. Что это вообще за факт мироточения? Что это за явление? Ну, объяснить рационально нельзя никак. Это чудо. Чудо, ну вот если мы говорим о мироточении мощей, то мы сразу вспоминаем о святителе Николая, чудотворце, чьи мощи источают мира. Мы вспоминаем о святом Дмитрии Солунском, мироточивом, о святом Ниле, мироточивом, ну или, может быть, более близкой к нам святой, о святой преподобном ученице, великой княгине Елизавете Федоровне Романовой, чьи мощи также источают миро, благоухание. Это слово Божие, которое Господь говорит нам вот через останки этих святых людей. Гроб святой, тогда еще не прославленной святой преподобного мученица Елизаветы Федоровны в Гефсимании для того, чтобы там положить в храме, когда открывали, то священники, которые совершали это, перекладывали ее тело из одного гроба в другой, из гроба, в котором она проехала всю Россию, Китай и иные страны по пути в Палестину, то они свидетельствуют, что помещение наполнилось благоуханием как бы меда и жасмина. Никакого тления, никакого разложения. Это как вот такое свидетельство о той славе, о той благодати, в которой пребывает душа святой угодницы Божией. Слава настолько велика, что даже тело не разлагается, не тлеет и источает вот такое благоухание мира. Конечно же, эта мира обладает особыми свойствами. Вот эта благодать, которую носил на себе человек, благодать Божия, через это мира способна приносить исцеление, утешение, все то, что дают святыни человеку. А когда мы говорим об иконах, это тоже совершенно необъяснимое явление. Кто-то говорит, ну, наверное, мироточение икон, это потому что они написаны на досках еловых и сосновых, и вот из этих досок начинает выходить смола. Но нет, мироточие иконы бумажные, это необъяснимо никакими законами физики, химии, какими-то физическими процессами. Это против обычных земельных законов, потому что это Божье дело, это Божье чудо. Бог желает таким образом засвидетельствовать о том человеке, который изображен на этой иконе. Сегодня мы уже упомянули в беседе о мощах, поговорили об иконах, а какие еще святыни существуют? Весь мир, в котором живем, хотя он погружен в грех, но он свят, потому что он сотворен Богом, и Господь присутствует вот в каждом атоме, в каждой молекуле того, что есть на земле. Но явными свидетельствами присутствия Божия, такими святынями, можно назвать любые земные места, которые соприкасались с Господом. Мы знаем, что в Палестине бережно хранится гробница, в которой было положено тело Иисуса, и где Господь воскрес. И что от гроба Господня встречаются чудеса, туда стремятся тысячи и тысячи верующих людей, и именно там совершается одно из величайших чудес – схождение благодатного Адни Огня в Великую Субботу, накануне Пасхи. Но кроме этого, есть и гробница Божьей Матери, которая не меньшее число чудес источает. Хранится и свято оберегается то место, тот камень, на котором стоял Иисус Христос перед Своим Вознесением, и откуда Он вознесся на небеса. И то место, где отпечаталась стопа Спасителя, тоже на нем есть отпечаток особой Божьей благодати. Те места, где ходил Иисус Христос своими стопами, берега Галилейского моря, то место, где озеро, то место, где Он произнес на горную проповедь, они являются святыми местами. Там построены храмы, в этих храмах свершаются молитвы, и в этих храмах Господь отвечает на молитвы своим присутствием, своим действием. Те святыни, которые связаны, ну вот, одежда, мы знаем, что хитон Спасителя своими частями он сохранен, мы знаем, что гвозди, которыми было прибито его тело к кресту, и сам крест тоже своими частями разошлись по всему свету. Облачение, пояс Пресвятой Богородицы. Все то, что все эти земные вещи, которые соприкасались с Богом и с божественной силой, благодатью, которая присутствовала на людях, сохраняют эту благодать и источают ее, как какой-то неистекаемый источник. Но, безусловно, главной и самой значимой святыней, которая сегодня есть на земле, является святыня тела и крови Христовых, которые Он оставил нам в общении, в воспоминания, в освящение, то чудо, которое совершается во время Таинства Литургии, Таинства Евхаристии, когда хлеб и вино становятся телом, истинным телом и истинную кровью Христовыми. Пожалуй, это является главной святыней, которая есть у нас на земле, которая жива, главным чудом, которое совершается ежедневно в храмах, и которое освящает, изменяет жизнь самого человека. Это уже не земные какие-то предметы, которые соприкасались со святыней, а это сам Бог, себя вот таким образом нам преподающий. И здесь, конечно, средоточие благодати. Это огонь, который и освящает, и согревает, а недостойных опаляет. Субтитры создавал DimaTorzok